Всех вас, дорогие, поздравляем с начавшимся периодом рождественского поста, который приближает нас к великому и радостному событию Бога воплощения, когда Господь Бог ради нашего спасения принимает человеческую плоть и рождается от Пречистой и Пренепорочной Девы Марии в городе Вифлееме 2021 год назад. И поэтому, встречая Новый год, люди, многие даже не задумываются, а что празднуем, что стоит за этой датой? 2021 год, многие так говорят, да, конечно, этот год от Рождества Христова, но как мало уделяется времени этому главному событию. Люди готовятся к чему угодно, но только не к этому, величайшему событию в человеческой истории, приходу в мир ради нас и ради нашего спасения Господа нашего и Иисуса Христа. Мы должны любить Господа уже за то, что Он соблаговолил снизойти с небес и спасти грешников. Он этому и учил в течение всей своей земной жизни. Я пришел спасать не праведников, а грешников, таких как мы. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, мы слышали в Евангелии удивительный диалог, ведь Христос очень часто говорил с учениками, говорил с окружающими Его людьми, говорил с фарисеями, с саддукеями, книжниками, законниками. И вот сегодня Христос передает нам удивительную притчу, которую Он сказал одному законнику. Сегодняшнее благовестие так и начинается. Некий законник подошел к Иисусу, искушая Его, и спросил, что мне делать, чтобы спастись и иметь жизнь вечную? Посмотрите, какими вопросами люди себя озадачивали две тысячи лет назад. Что мне делать, Господи, чтобы иметь вечную жизнь? Сегодня люди задают совсем другие вопросы. Что делать, чтобы скорее закончили все эти меры безопасности и скорее, как прежде, пуститься в круговорот развлечений, событий, покупок, подарков, веселья, развлечения? А ведь сегодня время Бога молить, время рать собирать, время задуматься о душе своей. И вот почему в Святой Рождественский пост мы как раз-таки должны отойти от всех этих развлекательных мероприятий, сократить чтение различных ненужных информационных сайтов и информаций, просмотров всевозможных ненужных, смехопанорам, которые только развлекают и отвлекают нас от главного вопроса. Что мне сделать, Господи, чтобы спастись, чтобы наследовать вечную жизнь? Иначе я так и просижу всю жизнь у телевизора, или у монитора компьютера, или у своего гаджета. А ведь жизнь уходит, она протекает, она каждую минуту уходит. Позади становится все больше, а впереди все меньше времени. Каждую минуту впереди все меньше и меньше, и ближе к переходу нашему в вечную жизнь. А мы не задаем себе этот вопрос. Господи, а мне что сделать, чтобы спастись? И вот тут Христос отвечает ему, что написано в законе, как ты читаешь. Ведь раньше люди читали совсем другие книги. Раньше люди руководствовали совсем другим законом, в отличие от сегодняшнего времени. И вот если представить, что из того времени кто-то бы пришел сегодня к нам, то этот человек не удивился бы ни нашим автомобилям, ни самолетам, ни нашим компьютерам. Он бы не удивился, сколько мы читаем. Он бы удивился тому, что мы читаем. Раньше люди научались в законе Господнем, в законе Божьем. И потому Христос задает совершенно естественный вопрос. Как написано в законе Бога? Как написано в тех священных книгах, которые ты читаешь ежедневно? И тот беспромедлительно отвечает. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всей крепостью твоею. И ближнего своего, как самого себя. Христос одобряет такого разумного человека. Он правильно ответил, что именно это и есть главная заповедь в законе Божьем. Вот так поступай, и будешь жить, говорит ему Спаситель. И вот тут он же подошел не просто поинтересоваться у Христа, а он подошел искушая его и говорит ему, а кто мой ближний? Он хотел, чтобы он ответил на этот вопрос. Потому что иудеи считали ближним, ну, в лучшем случае, человека по родству. Отец, мать, сын, брат, внук, по роду. Или же по национальному признаку иудей. Все остальное для них, как и сейчас, остается вне всевозможного попечения. А Христос разрушает этот стереотип. И он говорит совсем о другом. Приводит ему притчу о известном Самарянине, которого потом церковь назовет милосердным. Он рассказал о человеке, который попал в разбойники. То есть попал в очень нестандартную ситуацию. Его избивают, бросают при дороге. Он лежит раненый, избитый, окровавленный. Мимо проходит иудейский священник и даже не смотрит на него. Больше того, все трое, которые будут идти мимо этого несчастного, будут сходить с Иерусалима. То есть есть понятие «восходить в Иерусалим». Нет такого «сходить в Иерусалим» или «зайти в Иерусалим по пути». К Иерусалиму восходят, потому что это город Царя Небесного. Туда приходят для молитвы, для прославления Всевышнего Бога, для чтения и назидания Святого Писания. А если возвращаются из Иерусалима, то не сходят. Вот эти трое не сходили, то есть они уже были в Иерусалиме, они были в Доме Божьем, они уже помолились. И не сходили. И вот первый, который проходил, первосвященник иудейский, он проходил мимо, даже не глянул на этого несчастного. Другой проходил, который обратил внимание, но не оказал никакой помощи этому бедному человеку. И лишь Самарянин, человек отверженный, он знал, что значит быть отверженным, что быть нищим, бедным, оклеветанным, обманутым. Он подошел к этому несчастному, посадил его на своего осла, привез в гостиницу, позаботился о нем, дал еще денег, чтобы хозяин позаботился, а он пошел еще другой стороной, а когда вернусь, говорит, еще и воздам, если ты что-то на него потратишь. И вот спрашивает Христос у этого законника, скажи, кто из этих трех был ближним этому несчастному, попавшему в разбойники? И тут говорит, сотворивший милость, вот иди и ты, поступай так же. Какая простая, но очень мудрая и обличительная притча, обличительная не только тех, кто прошел мимо, но и всех нас. Ведь мы тоже часто приходим в храм, выходим из него, мы словно сходим, не сходим из Иерусалима, а меняемся ли мы, заботимся ли мы о ближних? Или для нас ближние, как для иудеев, только те, которые живут рядом с нами? Ну, в лучшем случае христиане, в лучшем случае жители нашего города. А вот Христос сегодня говорит, что ближний всякий, кого ты увидел и кто нуждается в твоей помощи. Мне бы хотелось обратить сегодня внимание на те первые слова, с которыми обратился к Христу законник. Он сказал, помните, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что же делать? Вот очень интересный вопрос, когда человек приходит к вере в Бога, он иногда задает этот вопрос, Господи, что мне теперь делать? Все было понятно, ходил к друзьям, пил, гулял, развлекался, ходил, бродил, покупал, зарабатывал, пропивал, снова собирался, друзья, все понятно было. Вот в этом круговороте продолжает жизнь ведь этот мир. Но это не успокаивает душу, но выше просится душа, она не здешних мест жилится. Вот поэтому человек задумается душей, нет, нет, этим всем не насыщается моя духовная жизнь, мне надо что-то другое делать. И он стоит перед вопросом, что мне делать? Это не просто вопрос законника, искушающего Господа. Это вопрос любого человека, что мне делать? И вот есть в церковном предании у святоотеческих наставлений такая глубокая мысль. Если ты знаешь, что осудятся люди за делание зла, то не думай, что ты останешься без наказания, если ты мог делать добро и его не делал. Ибо всякий, кто разумеет делать добро и не делает ему, тому грех, говорит святой апостол Иаков в своем послании. Вы слышите? Оказывается, не просто христианин теперь не делает зла, не пьет, не курит, не гуляет, не развлекается, не блудит, не матерится. И вот, дескать, какой он теперь хороший, не такой, как прочие грешники, а вот они блудят, они курят, матерятся. А мы вот в храм ходим, мы уже даже постимся, мы Писание открываем, вот какие мы уже не такие. Оказывается, этого мало, не делать зла. Человек не может не делать зла, если он не начнет что-то делать, то есть делать добро. Вот почему царственный Давид им напоминает, уклонись от зла и сотвори благо. Ты не сможешь уклониться от зла, если не начнешь делать добро. Вот что будет делать человек, который скажет, я вот уже зла не делаю и лежит. Вот мне хорошо, я уже не гуляю и не пью. Я лежу трезвый и лежу даже не курю и матом не ругаюсь, и телевизор смотрю. Какой я хороший. То есть, если ты не делаешь зла, но не делаешь доброго, то ты еще во грехах. Апостол Иллаков говорит, тому грех. А у меня нормально, у меня тепло в комнате, все сыты, довольны. Вообще, я уже такой православный. В воскресенье в храм пойду, на работу надо зарабатывать. И так вот идет моя жизнь. Да нет, ты поднимись и вспомни эти слова. Что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? И вот теперь мне хотелось бы дать вам несколько советов. Причем не просто советов, знаете, каких-то таких вот общих, размытых, а конкретных. Причем не просто конкретных для всех прихожан, а конкретных для каждого из вас, кто слушает сегодня эти слова в эту воскресную радостную встречу за Божественной Литургией. Первое, что нужно делать, это читать закон Божий. Вы слышали, что сказал Христос? Что ты читаешь там, что написано? Это первое. Надо научаться в законе Божьем. Потому что вера от слышания, а слышание от слова Божия. Если я не читаю Писание, как я начинаю правильно жить, мне ничего не хочется. Лишь бы никто не трогал, не досаждал. Было бы тепло, светло. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Нет. Если ты прочитаешь закон Божий, ты почитаешь, что делал Христос, сколько добра. И сколько своим ученикам заповедовал делать добро, пока ты живой. Итак, первое, что делать. Минимум 15 минут в день читать Слово Божие. Кроме чтения закона Божия, нужно начинать молиться, дорогие братья и сестры. Потому что без молитвы и дела наши не принимаются. Хочу посоветовать вам на примере нашего прихода. У нас не одна, а три группы из числа прихожан, которые читают Псалтирь. Особенно на пост. Взяли благословение, уточнили список. Как они молятся? Вот смотрите, у людей простое желание. Батюшка, что нам делать? Давайте молиться. А как? Ну, мы входим в храм. Ну, молитвы утренние читаем. Но этого мало. Мне вот хочется что-то делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Скажите, что еще? Давайте вот читать Псалтирь. Давайте. И знаете, как читается в храме Рождества Христова Псалтирь? Прямо по кофизме. Каждый разобрал его удобное время вечером или в час договоренности. Причем есть список, я его проверил. Молятся за патриарха, за нашего владыку, за духовенство нашего храма, за наших первосвятителей, духовенство. Молятся друг за друга, потому что есть список там до 30 человек, которые по кофизме читают, распределяют. И молятся друг за друга. Каждый поминает того, кто тоже читает Псалтирь в это время. Потом молятся о тех, кто является благотворителями нашего храма. И те, которые служили в нашем храме, а может быть, помогали нашему храму, но уже отошли в мир вечности. А есть группа, которые взяли на себя еще больше. Батюшка, а нам вот и этого мало. Они вот из тех, кто читает 20 человек, 20 кофизм. Они взяли еще и список каждого того, кто молится. И молятся не только за своих, но и за те, кто тоже молится. Там у них огромные, большие списки, там хорошее правило получается. Можно, кроме этого, дорогие, слушать молитву. Вот в машинах, в пути. Ну, хватит уже слушать эту всякую музыку, всякого-всякого, какого-то, чего не передают. Поставьте кассету, поставьте диск. И слушайте, Евангелие слушайте. Слушайте поучения святых отцов. Слушайте Псалтирь, в конце концов. Слушайте, вот едете за руль, умолитесь. Ну, вот посвятите время, Господи, вот мне что сделать? Я все время в пробках стою, мне некогда. Я с утра выехал и в пробке стою. Вот включи, молись, не отвлекайся. Еще кто-то сидит, говорит, тихо, давайте помолимся, давай вместе посидим, помолимся. Что еще хочу сказать? У нас работает воскресная школа. Детей в ней почти сто, а это и же столько родителей. Представляете, сколько для детей проходят занятия, и для взрослых они вместе собираются, они знакомятся, они тоже задают друг другу вопрос. А нам, вот в нашей общинке, в нашей воскресной школе, как родителям, что делать? Нужно объединяться. И вот у нас есть к этому еще плюс. Мамина школа, где не только там с 0 плюс начинают работать, а еще с минус 9 месяцев. Ты забеременела, все, вот ты уже наша посетительница этой школы, мам. И уже тебе расскажут, как подготовиться к родам, как не бояться родить. В первый раз особенно, во второй все равно люди приходят. Видим, люди пользуются Инстаграм, мы тоже открыли свою страницу. У меня спросили, батюшка, а может быть, вообще нужно ли нам туда идти? И мы тоже говорим себе вопрос, а что нам делать? Вот если бы все были в библиотеках, я бы пошел в библиотеку. А так как все уже туда перешли, я туда иду. Вот с нашим приходом рассказываю, что мы будем там вещать, рассказывать. Вот, пожалуйста, можете подписаться на эту страничку. И там вы увидите, узнаете. И вот в том числе то, что показывают, сейчас это идут трансляции, прямая трансляция выкладывается. Это все можно посмотреть. Туда докладываются различные нужные, важные объявления, события. То, что происходит в нашем конкретном приходе. И вы можете, как прихожане, быть участниками. И в ответ на этот вопрос, а мне что делать? Поищите, вот что для вас ближе. Дальше у нас есть молодежная община. Да, есть молодые ребята, которые объединились. Которые собираются по воскресеньям. Они тоже через Слово Божие, через посещение литургии, потом собираются вместе. Вот молодые люди, которые сейчас приходят в храм, просто помолились. Да вот девчонка, ну просто целомудренная, нравственная девчонка. Скажите, куда пойти сегодня ей даже вот духовно отдохнуть, время провести? Вот они собираются по пятницам. У нас считается Акафис Божьей Матери Владимирская в нижнем пределе. Вот молодежь собирается. Приходите. После этого они собираются чайку попить, познакомиться, пообщаться. Поделиться своими навыками. Кто готовит, кто чем-то занимается интересным. Расскажите своим детям, что не ходи, не слоняйся по улице, не ищи приключений. Приходи. Тут конкретное дело есть. И они уже общаются, их уже больше двадцати. Кроме того, у нас есть, вы видите, казачья община. У нас не просто казаки стоят вокруг храма, там и курят, и разговаривают. У нас молятся. Слава Богу, сегодня во многих храмах уже казаки заходят в храм. И не только стоят, но и поют, и читают. Часы читают. Вот тоже подошел, батюшка, я вот казак, ну маловато, мне бы еще что-то делать. Сыновись, читай часы. А мне, батюшка, что делать? Выходи, читай по учению. Вот сегодня выходил Григорий, казак, и прочитал по учению. Вот у него уже утешение такое на сердце. Причем вот здесь не надо думать, что молиться надо какими-то особыми правилами. Как говорил Макарий Великий, человек, успокойся. Бог знает, что по-настоящему молиться ты не можешь. Поэтому молиться, молись как можешь, только молись часто. Вот видите, какое правило давал мирянам Макарий Великий. Часто молитесь, как можете. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Женщина говорит грешно. Что мешает нам творить эту молитву как можно чаще, скажите. У Паисия Святогорца, я прочитал у него сравнение, что если мы будем выполнять различного рода дела, благотворить, молиться, вот это все наши ноли, нолики. Они ничего не стоят перед Богом. Это нам надо. Нолик, нолик, нолик. И вот о чем Паисий говорил, что если наши дела нолик, нолик, нам надо просить только об одном, чтобы Господь поставил перед этими нашими делами нулевыми, а единичку, всего-навсего. И тогда, представляете, во сколько раз увеличится количество наших добрых дел. Потому что без Бога или без любви, а Бог и есть любовь, все обнуляется. Все ничто без любви, ни добрые дела, ни благотворительность, потому что ты не то, что не от сердца, ты дал без любви. А так, чтобы о тебе узнали и прославили. Вот единичку давайте просить у Господа. Господи, все одну единичку поставь вот перед нашими вообще ничтожными делами перед лицом Твоим. Но мы знаем, что если ты поставишь единичку, у кого будет в десять, у кого в сто, у кого в тысячу, а у кого в миллион раз больше, чем он сделал. Представляете? Поэтому запомните, дорогие мои, мы не можем, как люди, как любой человек, не может делать добро всем. Но мы можем, во-первых, не чинить никому зла. И это тоже будет доброе дело. Всем не можем сделать доброго. Но давайте зла никому не делать. Бога любить, храм его любить, друг друга любить. Чтобы не на словах, вот знаете, поговорили и пошли в Иерусалима. Иерусалима, мимо пошли, вот приготовьте хотя бы по рублю. Вот больше не надо. По рублю, вот нищим дайте сейчас, выходящим из Иерусалима. Видите, даже не на храм прошу. Нищим дайте. Вот этим вот. При дороге сидящим. Рубль. Вот пусть у них сегодня будет праздник. Вообще, что за день сегодня? Каждый идет и по рублю. На, 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 вот тебе, тебе, тебе. А просто такой день сегодня. Хоть что-то надо делать. Хоть какую мелочь, хоть что-нибудь. Но ради Господа. Не ради даже вас. Потому что, если я делаю ради Господа, я обязательно ближнего не забуду. Вот так, дорогие мои. Вот, наверное, это и есть те маленькие советы на тот главный вопрос, который задал сегодня законник. Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Давайте хоть что-нибудь делать, дорогие братья и сестры. Даже маленькое дело во славу Божию. Вот этот нолик при приложенной единичке все равно принесет вам радость. А в Царстве Небесном вечную жизнь и рай. Когда там теперь телевизор смотреть, не знаем. Поэтому давайте читать хорошие книги. Давайте делать добрые дела. Давайте спасать свои души. И Господь нас всех простит и помилует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!